Приветствую всех друзей, вы на канале Шадрилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Ведьмака Третьего, дополнение Кровь и Вино, и находимся мы в Баклере возле художника, который нас ожидает и сейчас будет нас рисовать. Ну мы тут приоделись немного, теперь у нас меха тут слева, поэтому можно нас рисовать. Надеюсь, в мехах будут рисовать, а не без ничего, как мы подумали в начале. Ну здравствуйте, живописец, вот так вот, ну и ладно, пойду тогда посижу в тени этого прекрасного полудерева, подумаю. Хорошо, что досточтимая княгиня призвала такого мастера, это про меня. Так, а который час сейчас? До полудня, так до полудня, давай. Можно было, конечно, наверное, в 11, потому что сейчас, может сказать, свет уже угас минуту назад, приходи завтра. Такое у нас тоже бывало. Здрасте, живописец. Это что у нас там с тобой выйдет? Что такое Кьероскура? Расскажите. Я человек из северных земель, поэтому могу вас не понять, просто живописец. Пойдем. Чего не сделаешь ради искусства. Лучше поехали верхом. Так быстрее и удобнее. Смотри, только свой Кьероскура не доставай здесь, а то я тебя трежу. Пое полотно, гормится над соцветиями бурьяна, висит в княжеском дворце. Чучело, добыто у мной Куролиска, висит там же. Не отвечаю, что набили его соцветиями бурьяна. У меня когда-то была кисть из перьев Куролиска. Лучшая кисть для тэнкеры. Но я ее лишился. Кот стащил. На что коту кисть? Чтобы писать картины, разумеется. Я же говорю, великолепная была кисть. И дорогая. Кот пишет картин? Картины. Бездарную мазиню он пишет. Только и умеет, что копировать тех, кто талантливее его. И копирует, надо сказать, прескверно. Кот? Анри Детелус Ван Кот. Ничего странного, что ты о нем не слышал. Посредственность и наглец. Дальше пойдем пешком. Дальше зачем же пешком идти? Я думал, здесь на сене будем рисоваться. Ну ладно. По два. Держись недалеко. Это я не тебе свистел. Пошли, пошли. Во, нас ждет компания. Милостивые господа, прошу прощения, что осмеливаюсь. Вы не видели поблизости набора кистей и красок? Евгения! Сдается, этот человек чего-то от нас хочет. О, краски и кисти. Я тут все приготовил. Что-то не так? Все не так. Не могу же я писать без красок. Это конец. Разве что ты их сумеешь отыскать. А с собой у тебя красок нет? И заменить их нечем? О, ты что, предлагаешь мне рисовать эскизы углем? Я же не дикий зверь. Ты же мне художник. Художник может вообще без всего рисовать. Ах, хрен с тобой. Говоришь, я оставил их где-то здесь? Ровно на этом месте. У меня тут было все так дивно приготовлено. Может, с холма скатились? Ладно, поищу. Портретист. Я считаю, что жизнь подражает искусству, а не наоборот. Может, этих потрясти? Точно кто-то захонурил? Будьте сами здоровы. Ладно, давайте искать. С холма платва ищи. О, е-мое. О, так же точно и краски улетели. А неплохо съехал. О, это няня? О, вещдок. Так подожди, я ж нашел. Или, как обычно, раньше времени. Я туда забежал. Ну да. Надо было сначала найти следы какие-то. Так и краску нашел уже. А, понятно. Отсюда надо начинать. Пятно от краски. Воняет терпентином, как сто накеров. Ну? Так я ж нашел, куда она... А, вон, все, пошло дело. Пошло дело. Следы ног. Там потом вниз она уходит. Вот сюда. И там было пятно целое, огромное. Тут тоже капнула краска. Попались. Попались, говорю. А вот и еще одно пятнышко. Это, кажется, верный след. Пошло дело. И кто же их это сперто? Скажите мне, пожалуйста. Кому нужна твоя краска? А это что? А, это... Ух ты! А тут наши пути расходятся. А, нет, не расходятся. Следы ног. Четкие, но очень маленькие. Это этот бажок, наверное, как обычно, да? Такое страшное создание. Так, подожди. Надо разобраться. Кто тут до что? Это ж руда, нет? Нет. А вот и еще одно пятнышко. Это, кажется, верный след. А мы тут пробегали. Мне тут знакомое место. Скажи. Ну да. Тут тоже капнула краска. Накеры. Художники, что ли? Вот, дужили. Сейчас мы вам накеры дадим. Накеры? Похоже, что... Сейчас мы вам дадим, как искусство портить. Твою хуйню. Бух. Ну ты их... Это меч зарядился. Видели? Вообще режет. Безумно. Меч крутейший, конечно. Я даже сомневаюсь, сделать ли мне школы медведя за такие деньги на вторые мечи. И мне тут вполне устраивает. Он когда разгорится, это все. Монстры разлетаются просто. Хорошо, что я нашел того отшельника. Так, что тут у нас? Краска. Краски. Похоже, с ними ничего не случилось. Можно отнести их художнику. Можно отнести его. Подожди, он здесь, что ли? А ну да, он над нами. Ну, подумаешь, на Кира взяли порисовать. Кираль, давай без приключений. Ты что, завис там, что ли? На елке завис. Да, всех... А, нет, вышел. Удивительно, я вышел. Ты еще одну мертвую точку нашел в игре. Так, не вступи. То сгоришь. Где художника подевали? А вон он, плачет, стоит. На свою краску. Рисуй меня, давай. Твои вещи. Замечательно. А где они были? И... Это все, что ты нашел? Красок было больше. Нужно было лучше смотреть за своими вещами. До них добрались накеры. По следу краски я попал в их пещеру. Они нарисовали твоими красками фреску на скале. Что-то вроде батальной сцены. Это невозможно. Набрызгали на стену только и всего. Ну, ничего. Главное, основные цвета уцелели. Пойдем. Я пока ждал тебя, присмотрел получше, холм. Ты думаешь, там будет лучше? Лошадь брать? Поехали, плотва. Ну, пока холм найдем, так уже и ночь настанет. Теперь помедленнее. Два часа ищем холм. Нам фантастически повезло с погодой. И свет идеальный, абсолютно. И долго ты собираешься творить шедевр? Часов шесть, не больше. Больше солнца все равно не позволит. Но время пролетит незаметно. Волнаем немного. В таком случае я приму эликсир. В литургическом сне время проходит действительно быстро. И болтать не обязательно. Нет, 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 нет. Необходима соответствующая поза и выражение лица. Живой проникновенный взгляд. Литургический сон исключается. Уверен? Ты мог бы назвать свое полотно. Ведьмак, лежащий без чувств в соцветиях бурьяна. Шутишь? Остроумный ведьмак. Давай бегом. Цвет теряем. Сколько можно ехать? Шесть часов. У него летающая лошадь. Пегас. Приехали, наконец-то. Ну что, пришли? Да. Замечательный вид, лучше некуда. Идеальный фон для нашего шедевра. И правда красиво. Интересно, почему сюда никто никогда не приходит. А пока подумай, в какой позе тебя увековечить. На голове. Ага. Подумаю. Красиво, а тут ничего не скажешь, конечно. Это вам не с Келлиги. Так, отлично. Все готово, можем начинать. Ты уже придумал, как будешь позировать? На коне, в героической позе. Леш, в героической позе. Еще плату рисовать. Еще в шесть часов. Может, я просто встану? С мечом. Великолепно. Поза героическая. Как я мог подумать иначе? Отважный герой с обнаженным мечом. Атакует. Атакуй, пожалуйста, вон ту вербу. Мы ее позже заменим на Грифона. Прошу прощения. Я могу начинать? Или ты хочешь изменить позу? Ну ладно, давайте посмотрим позу. Пробуем что-нибудь еще. Время это все равно много. А ну давай лежа. Я лягу. Ну хоть вздремнуть успею. Свежо. Правильно. Герой возлежит, опершись на локоть. И храпит. Встремивший взгляд вдаль. И отдыхает после битвы. Тушку какого-нибудь Грифона добавим позже. Разумеется, любой сон полностью исключен. Это мы уже выяснили. Скажи, Летро, мне начинать? Или ты все же предпочтешь более динамичную позу? Отличная поза. Нет, подожди, давай другую еще. Еще на коне посмотрим. Пробуем что-нибудь еще. Лежа, это не серьезно. Я же думаю, мы эту картину повесим у себя на этой винодельне. Я буду сидеть на коне. Пусть плотва тоже будет увековечена. Великолепно, конь. Отличная мысль. Но я бы попросил тебя сесть на моего Александра. Он обучен позировать. Не-не, Саша пусть идет отдыхает. Только плотва. Без плотвы я не буду рисовать. Какого-нибудь поверженного Грифона. Блестяще. Значит так. Голова горда вверх. Грудь вперед. Бабки напряжены. Конь. Вы меня слышите? Скажите коню. Можем начинать? Или ты все-таки хочешь изменить позу? Я не хочу напрягать бабок, поэтому... И тем более, конь не плотва. Плотва мне этого не простит. Давайте героическую позу. Вообще не хватало на Александре сидеть в каком-то. Давай, героическая поза и отлично. Я просто встану. С мечом. Великолепно. Так, это я уже слышал. Отважный герой. Атакует. Прошу прощения. Давай, начинай. Давай, начинай. Сделай, пожалуйста, то самое выражение лица, которое у тебя было, когда я предложил тебе позировать. Этакая гримаса бешеного, брыкающегося муфлона. Сам ты муфлон. Отлично. Да. А теперь не двигайся. То есть 6 часов так простоять, да? Уберите Александра, а то еще попадет в кадр. Ну, как-то... Долго еще продлится это рисование. Космарул себе лег, наверное. Совсем недолго. Мы все равно уже теряем свет. Прошу тебя, не меняй положение головы. Постараюсь. А еще постараюсь запомнить, что художникам верить нельзя. А-а-а! Грифон! Да, знаю. Ты его позже пририсуешь. Нет, он уже здесь. Грифон! Ёптель. Иди, не спрячься. Ой, мамочка моя. Рисуй, художник. Тут такая возможность. Рисуй, своди. Ой, да ладно. Тут кричит. Тихо. Ой, больно. Гори, гад. Ты рисуешь, нет? Или ты думаешь, я тебя позировать буду 100 лет? Попался. Гори. Птичка. Да сзади я. Ой, больно. Все, теперь можешь дорисовывать его. Эх, не успел собрать. Тоже мне напугали. Уже можно вылезать? Можно вылезать. Да, тебе ничего не грозит. Теперь ясно, почему сюда никто не приходит. Это охотничье угодье Грифона. О, эта тварь меня насмерть перепугала. Ну, не насмерть. Ты жив, и в первую очередь потому, что выбрал в модели ведьмака. А что с картиной? Цела. Но сейчас я ее показать не могу. Никогда не демонстрирую публике неоконченных работ. Можешь взглянуть на нее завтра, в это же самое время. Она будет выставлена на рынке. И огромное же бестие. Может, и Грифона запечатлен. Ну, давай, Ио, портрет на фоне падали. Интересная палитра красок. И эти текстуры чудесно. Полный восторг. Восторг! Допишу его позже в моей мастерской. Я как раз видел хорошую иллюстрацию в энциклопедии Максима Мунди. А то этот уж больно изрублен. Ну, никуда не годится, честно говоря. Хорошо. Мне этого хватит. Детали доработаю потом. Впрочем, свет мы все равно упустили. Видишь, уже темнеет. Вот, твоя плана заплатила. Ну, и благодарю за спасение. Спасая меня, ты спас также и свой образ. Для грядущих, так сказать, потомков. Угу. 300 крон. Неплохая сумма. Мне деньги нужны сейчас. Это доспехи себе шью. Трофей Грифона. Что это мы сделали? А, урезаем его. Подождать один день, чтобы увидеть картину. Стальной меч Баклевского гвардейца. Наверное, дорого стоит. Так, 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 так. Ну, ладно, я уж не буду здесь сутки стоять, правильно? Потом как-нибудь заедем. Кстати, тут слева что-то появилось. Хм. Что это у нас тут рядом? Еще один Грифон. Прямо тут. Прямо вот здесь. Платва, ну давай уже съезжать. Ну, вот прям вот, вот тут вот. А, ну подожди, это что же самое место или что это за место? Опять начинаются знаки вопроса. А, это то же самое место, которое я не нашел. Да. Не знаю, что это за место. А я думаю, как я мог этот знак вопроса пропустить. Ладно, возвращаемся сюда. Какое задание дальше возьмем? Портретисты наши. Ведьмачные заказы. Там какие-то уже серые у меня даже есть. Надо срочно выполнять, пока еще не поздно. Перемена. Найти могилу Мора на городском кладбище. Раз, кулачный бой. Победить Колоса в кулачном бою. Победить Тихо-Омута в кулачном бою. Найти Шаря Лозанна в Лисе Хитролисе. Гвинт Колода. Дом Милый Дом. Вернуть Корву Бьянка. Былую Красоту. Да, да. За какие шиши. Бельград. Равновесие в природе. 46 уровень. Лучше, наверное, не трогать пока. Рыцарь-наемник. Контракты. Что-то не помню вообще такое. Так, аукцион какой-то. Какой аукцион? У меня денег нет. Гвинт Большой Турнир Баклери. Портретист. Это мы заканчиваем с вами. Ну, давайте. Тесноклачные бои далеко. А, так они все в одном месте. Давайте, наверное, помахач небольшой строим. Вспомним. Былые времена на Скеллиге. А потом тогда на кладбище отправимся квест выполнять. Эй. Не могу. Не могу просочиться. Кто-то насадил здесь деревья. Шевелись, плотва. Так, хэллоу, лесопилка. Но пошла. Хэллоу, говорю. Пошли. Как раз у нас тут вечернее время. Пока махач устроим. В бестиарии можно найти сведения о уязвимых местах чудовища. Это мы-то знаем. Конечно. Само собой разумеющееся. Дайте сохраниться, а. Да, пожалуйста. Спасибо. Дал сохраниться. Слышишь, мужик, а сколько ты мне денег предложишь, если я хочу поменять валюту? Всегда рад видеть пост... Давай, давай. И сколько ты мне обменяешь их? Мне нужно обменять деньги. Само собой. О какой сумме идет речь? Больше трех не собираться. Ого. 2023. Процент взял. Ну что, у меня деньги появились наконец-то. 4500 снова появилось. Ну тут надо на аукцион идти. Сейчас сумму соберу. Вот этот все потратил, конечно. Может, в боях я еще заработаю чуть-чуть денег. Мне, конечно, да, может быть, заплатят что-нибудь. Значит, нам было выйти сюда поближе. Ну ладно. Давайте начнем с этого. Посмотрим, какие тут крепкие ребята или нет. Мы-то с вами профи в боях. Все-таки чемпионские лиги. А там было не сладко. Так, я тут извините. Плотва просто сегодня не в духе. Это что, можно проехать тут? А, можно, да. Куда можно? А, можно. Да, да, да. Психи на улице. Ну, понеслась. Так, посольство Нильгарда. Там ребятки какие-то драки идут. Ну, пошли. Я. С кем поговорить? Со Шваброй? Так, ну тут деревенщины иди, давайте. Будешь участвовать? Да. Не исключено. Ты, мужик, главное, крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сил. Да, я вижу, обладаешь некоторым. Швабра, видишь ли, боец необычный. Швабра? Никогда не слышал такого имени. Не по имени следует оценивать противника. Сударь и Швабра отважный дворник. А с силой его ударов может сравниться только точность его попаданий. Ну, давай. Я же говорю, интеллектуал. Ну, давай уже драться, что ли. Главный на ринге шутник, это я. Ты что не вякнешь, все выйдет херня. Чипает. Если шутки слабые, это видно всяко. В бою теперь сойдемся мы, однако. Тут вот просто батл. Все твои фразы пустая бравада. Будет победа мне лучшей наградой. Ладно. Скоро тебе будет доктора надо. Пусть поспешит и с тобой встанет рядом. Как тебе такое, а? Доктор придет и окинув все взглядом, кости твои отвезет к тебе на дом. Ничего себе. На тебе вот такого вот батлика. Все, деньги давай. Опять ты, это же. Нет. Все, отлично, деньги давай. Пять опыта. 200 крон. Может еще разок? Ты меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя, ох, как разнес. Да, я Синпень. А тут все такие бои, да? Побьешь еще двух противников, а потом можно и с мастером драться. Тихий омут обычно где-то в верхнем городе, у переулка рыцарей наживы, а колосс на самой большой площади нижнего города. Да разберемся. Ребятки, пали его! Я тебе взаймы давал, на вино. Ну, поезда. Это кто сказал? Что я сейчас сделал? Что-то выбил. Отлично, я волгу зачем-то выпил. Острый язык швабры режет, как бритва. Ну, поезда. Да, ладно. То есть, вот можно было либо кулаками решить, да, бой, либо... Либо переболтать. Ну, круто. И так тоже хорошо. Так, ну, поехали дальше. Может, и там кого-то переболтаем. Платва, ты видел этот рэп-баттл? Ты че тут? Кто кричит? Иду. А, вижу, иду. Да, жакета. Я хорошо вижу? Это ведь вы есть Геральт из Ривии? Тот самый знаменитый ведьмак из далекого севера. По мне не видно? У меня медведь на плече. Ну-то мы и есть. Ну-то мы и есть. Я столько вас слышала. Я геральт. Когда мастер Лютик был в Баклере, он что, не день о вас спел? Да. К сожалению, для него это обычное дело. Чем могу помочь? Видите ли, мой жених, Франсуа Олегов, торжественно поклялся, что принесет мне башку ужасающего монстра, Гротника. Ах, а он не мог просто купить вам цветов или конфет? Вы изволите шутить. Каждый знает, что любовь можно доказать только поступком героическим, посвященным возлюбленной. Но его нет уже две недели, а посему вы не могли бы поехать и проверить, что там с ним происходит? А что там происходит? Кости, ноги, если есть. Шкура, если осталось. Пару глаз, если пара. Может, один остался. Барышня, а вы знаете что-нибудь еще об этом Гротнике? Судя по названию, его можно встретить в пещерах. Да, разве что он проголодается. И вот тогда он выходит и идет ночью в деревню, когда все спят. Ставни выламывает, просовывает руки внутрь и вытаскивает детей из колыбели так быстро, что те даже не пикнут. Ммм, подветлунный, длинные цепки руки, разумный. Франсуа говорил, что управится с ним на раз, но он уже так долго не возвращается. Вы не поможете, мастер, а то я от этих нервов спать не могу. Ну ладно, даже о награде не буду говорить. Я же рыцарь теперь. С дамами не торгуюсь. Я помогу, чтобы ваш жених вернулся живым и здоровым. Пожалуйста, подскажите только, где его искать? Я забыла, что вы есть из дальних стран и не знаете. Логово Гротника есть в пещерах у подножья Гаргоны. Так близко к городу? И что, ни один смельчак не пытался от него избавиться? Пытались многие, но ни один не вернулся. Потому, собственно, я и волнуюсь. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехе час. Сейчас оливками закошу. Подойдите, прошу вас. Да здесь я. Отыскать Франсуа. Прошу вас, мастер, не медлите. Поезжайте проверить, что там с Франсуа. Я сейчас мордобой хотел устроить еще. Сиски, как плошки. Пизда, как лукошка. И в жопе гармошка. Это он свое состояние описал? Бывает. Так, ну давайте. Всякое бывает. Ох, далеко-то как. О, еще один квест. Да что ж это такое-то творится. В ночное время тут. Кто там еще? Но пошла. Я считаю, что там кого-то в рэп-баттлах еще хотел поучаствовать немного. Подожди, я как-то попаюсь. Наверху? Ты вот работы не найдешь. А тем более платы за работу. Кто здесь? Таверна Лид Лис Хитролис. Ага. Сейчас узнаем. Здрасте. А тут что, блюют все что ли, да? А тут у вас нет торговца вверху случайно купец? Приветствую. Доброго денька. Чего желаешь? Я с тобой общался вообще? По-моему, да. Покажи свои товары. Да, общался ты с мусором торгуешь. Ты это можешь купить, нет? На 43 уровень. Плюс 40 урон. Ничего себе, мечишка. Стальной меч Баклерского гвардейца. С моим сравнить так. Так, конечно. Ну-ка, что интересного. Ладно, я его не буду продавать. Интересный меч. Ладно, тут у вас где-то есть... Покажи, что я не тогда нажал. Удачи. Увидимся. Глухо не мышь, что ли? Как тут у вас попасть? Тут туда есть темноте? А, там женщина ползает. Так, вот я нашел, куда сюда заходить. Здрасте. Здравствуй. Здрасте. Рад вас видеть. Бедная горожанка. Все тут соблюют. Не пейте то, что вы тут пьете? Здрасте. С тобой поговорим? Нет, не с тобой. А с кем тут поговорить? С тобой? Шарль Ланзаном. Привет. Хорошее место. Хорошее место. Кем я встретился только такой квест какой-то, что ли? Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает? Может, и вовсе не искали. Так что ж мне делать? Самому по кладбищу шляться. Может, давай другое место найдем? Шум повторяется регулярно? Поговорим. Каждую ночь. Я живу рядом и слышу все так громко, словно мне трубу к уху приставили. Такие звуки дают, да они? Ну, описал, по-моему, подробно. Да, кажется, я тебя понял. Можно потребовать награду. И сколько я за это получу? Ну, я думаю, побольше. Ну, хоть что это все? 70... 71 за... Ну, давай 65 хотя бы. Пожалуй, у меня столько нет. Может, сделайте какую-нибудь праздничную скидку. По случаю турнира. Ну, ладно. Праздничная скидка. Да, за 60 монет я бы, наверное, не брался. Ну, ладно. Уберите эту женщину с заднего плана, пожалуйста. По счастью, ни с кем ничего не случилось. А что? Думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. Да, за 60 монет, сейчас побегу. Пятки сверкают. Господи. Вечный покой. А это далеко от нас? А, это совсем рядом. Ладно, пошли. Лучше уж на кладбище, чем в таком заведении. А рыцари-то на что я вас спрашиваю? Уйди. Уйди, Витя. Уйди, Витя. Найди эту бестию. Да, официантке здесь не сахар работать, конечно. А с тобой ли твой приятель? Блевотину стирать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О, головорец какой-то. А бестии ты, ссыка, не боишься, а? Ссыка, нет. И правда, шумновато тут. Ты даже чего бороться не дам, что ли? Странно. Теперь вообще ничего не слышно. Используя щетю, обследовать кладбище, чтобы найти источник шума. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Угу. Так вот, откуда этот шум. Угу. Обыскать клеп. Там уже красные точки появились. Ух, какие приятные звуки. Ну вы что-то извините. Я уж немножко тут по это, поработаю. Просто сами понимаете, мне деньги тоже нужны. Ой, ё-моё. Да тут катакомбы серьезнейшие. Тут подношения мертвецам приносили, ну. Мельхиора. Слушайте, тут можно найти... Боже, я не хочу здесь работать. За 60 монет-то. Ух ты. Ничего себе. Трансмутация мутагена. Синий в красный можно переделать. Просто руду можно найти редкую. Я нашел пару слитков, кстати. Нравится мне это место. Ну, в смысле, в плане... В плане того, что здесь можно отыскать что-нибудь эдакое интересное. Даже здесь. А вон, кто это такие? А вы кто? Э? Подонки. Кто такие? Потанцуем. Потанцуем. Воу. А еще? Нормуль. Ты не можешь это сделать в бою. Применение знака, да? Выглядит не очень. Сейчас еще и убьют тебя. Геральдина. Не думаю, чтобы источником шума были они. А кто? Так, мечи соб... Да нет, тут продолжает орать. Мечи собираю, они дорого стоят. Блин. Стремно тут у вас. Брюс. Штаны. Кот? Да ты шумишь? Закрыто. Брюс, этот напыщенный болван снова пытался нас надуть. Но в этот раз это ему с рук не сойдет. Берите Кайлу лопаты, нанесите визит нашей покойной атаманше. Ее кошачья морда даже не при жизни мне была отвратительна. Так что от самой мысли, что мне ей придется лицезреть после смерти, меня просто кровавый понос прохватывает. Заберите фамильный безделушки, жемчуг и остальные драгоценности, которые этот идиот Брюс бросил ей в могилу. Если это херопутало шатается где-то по кладбищу, то сварните ему шею Робин. Похоже, с тех пор, как Селина умерла, этот малый все ушивается на кладбище за стенами, воет на луну или чем-то там занимается. Если я разбираюсь в жизни, а я в ней разбираюсь, у него при себе должен быть ключ от сундука, что мы зарыли с этой сучкой. Можно облегчить его страдания, отправьте его в озеро, если, конечно, он сам туда не тяганул. Последнее дело банды Селина. Ничего себе, тут квестов понахватался. Кот это, а вот это она, Селина, да? Но сундук здесь. Посмотреть берег озера у кладбища под стенами. Немного денег. Метеоритное железо, слышите? Неплохие вещички у нас тут есть. Мельхиора. Шли осмолны. Правда, уже не знаю, куда бежать. Два квеста, что ли, переплелись? А шум узнать, что за шум? Или мы сейчас одним махом два квеста решим? Здрасте, могильщик. Это к вам. День добрый. День, да? Ну, добрый. Если день добрый, тогда добрый. Если это день. Мильтон Де Пейрак. Пейрон. Фамильный склеп семи Донурагус. Где здесь поместилось? Четыре, шесть, восемь человек. Блин, звуки внизу. Это второй квест. Ну, ладно. Я думаю, мы с вами успеем. Давайте сюда сначала сбегаем. А далеко это озеро это? Ого! Ладно, побежали сначала в озеро. Снова назад возвращаться. Там сундук остался. Де Пейра. Ого! А что это за могильные штуки? Вечный покой. Осмотреть берег озера, кладбище. А, там нам ее могилу найти надо, да? Мартин Блайн, глава Буклерской гильдии бардов. Филипп Тиссеран. Коллекционер ведьмачьих линков. Клинок у него был один, но он очень старался. Заморская княжна. Мартин Каликот. Пал жертвы собственных амбиций. Патрик Муллин заговорил сам себя до смерти. Кристиан Куриц смертельно ошибся при переводе. Что тут много таких штук? Е-мое. Не все надо прочитать на этом кладбище? Нет, только некоторые. Николас Свет, налезь стремяную и хватит. Каролина Сатир, что тебе, блин, непонятно? Е-мое, ты тварь. Сказала она коту, который не хотел носить аппорт, и ее хватил удар. Маркиз Деда Диш, я сейчас все объясню. Ладно, нам вниз, я так понимаю, нам читать не обязательно. Вот опция здесь просто. Спрятанное сокровище. Разбили мы их. Еще кто-то? Зуб чудовища, зуб чудовища и зуб чудовища. Подожди, сокровище тут спрятано. Где-то сундук, наверное. Это мы все видели. Так, подожди, сокровище. Раковина, туссенский нож. Ладно, мужика надо осмотреть, да? Мусор. Размокшее письмо и ключик с орнаментом. Это от того сундука внизу. Письмо размокло и расползается в руках. Его едва можно прочесть. Брюс, не делай глупостей. Я знаю, что ты похоронил с Элиной на кладбище в Бокклере, вместе со своей добычей с нашего последнего налета. Помню, что и нам тоже кое-что с этого причиталось. Не валяй дурака. Мы все знаем, что ты был ее любовником, но помни, что она была прежде всего атаманом нашей банды. За то, что мы сделали ювелира Мантенберга, мы своей доли так и не получили. Так что хоронить Селину со всем хабаром это чистой воды западло. Сокровище принадлежат нам. Давайте встретимся, разделим все как следует, а потом можешь идти топиться в озере или вешаться на первом суку. Это уж как тебе будет угодно, Робин. Найти сокровище, спрятанное на кладбище. Так мы их нашли, что же, да? Пьер может быть, и Александр может быть. Едва знали друг друга, но очень друг друга любили. Так, ну пошли тогда. Могилки потом почитаем еще, когда здесь побываем. Тяжко на службе с пустым брюхом. Жиральт из Ривии без яиц. Вечный покой. Постоянно задания обновляются. Теперь, наверное, в полдень все надо будет прийти, да? Чтоб его продолжить. Ну да. Сейчас я сундук открою, а потом разберемся. Ой, не в полдень, а в полночь. Наверное, днем недоступно. Я уже как к себе домой, блин, забегаю. Склепы. Так, тут где-то был этот сундук. Так мы же нашли его. Он все исчез. Вот же что. Ну и все. Последнее дело банды мы выполнили. Стальной тусенский меч. И дневник садовника Квайля. Кошка уже другая. Блин, кто там орет. 29 день, 21 день службы. Скучно мне тут и правда ничего делать. Утреннего обхода хватает, чтобы полить все росточки. Клумба перед посольством тоже не требует много работы. Итак, проходит день за днем. Может, вечером выберусь в Сан-Себастьян, сыграя партию в Гвинт. Да, второй день. Блюэ де Гвинт. Я просадил все жалования. На следующий месяц тоже взял в долг у Пилигрима. Пилигрима мышастого. С ним говорят шутки плохи. Надо обязательно выудить откуда-нибудь пару флоренов. А этот-то может для меня плохо кончиться. 24 день службы. Я подслушал, как посол давал указания своему секретарю. В ближайшие дни высылают транспорт с вином, закупленным для императорского двора. Вместе с неосвоенным текущими средствами догадываясь, что это означает мешок, битком набитый флоренами. За такие сведения ребята из города дорогу дорого дадут. 27 день службы. Пилигрим мышастый. Классная в нем фамилия. Да, имя ничего. Перебил конвоиров и наложил лапу на караван. Он настолько обнаглел, что принес мне кошель с деньгами прямо в посольство. Сказал, что это моя доля. Я бы побрезговал этими деньгами, но боюсь, что они мне вскоре могут понадобиться. Я спрятал свою часть. Добыча в безопасном месте. С тех пор, как старый Ральф умер, никто уже не покупает деревянные цветочных горшков. Так что его мастерская идеальное укрытие. Мышастый велел мне держать ухо востро и разузнать, когда снова подвернется Аказия с караваном. Мимоходом добавил, что начальник стражи очень бы удивился, узнав о моем участии в последнем налете. Я выиграл из кабинета секретаря маршрут очередного конвоя. Вот цена, которую я должен заплатить за свои идиотские идеи завести дружбу с пилигрином мышастым. 31 день службы. Транспорт отправился в этот раз под охраной Арнольда Аэбблюме, командира посольской стражи. Люди мышастого не подозревают, что им придется биться с отборными солдатами. А когда пилигрин мышастый об этом розу знает, пора мне линять отсюда. На отложенные деньги я смогу начать все сначала, где-нибудь далеко. Думаю, мехт подходящее место. С котом нам не надо разговаривать. Это ж та самая Селина или как-то мех? Слышите, я по-моему на кладбище нахожусь и так, да? А, другое кладбище. Понятно, это основной квест. Так, давайте этот, как там он называлась-то? Вечный покой, 36 уровень. Мы же его так и не закончили. Кто там орет-то? Причем орет крепенько, я вам скажу. Так профессионально орет. О! Не души, странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Кровь какая-то. А там он секретный проход. Зажжем свеч? Луи де Карентен почил в день поминовения святого Бендера. Звук доносился откуда-то оттуда. Довольно свежая. Похороны были недавно. Да, вон там что-то есть. Здесь покоится Марго де Карентен. Разбитая посуда. Будто кто-то ее швырнуло в стену. Ни чудовищных кладбищенских воров. Просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Отыскать источник шума в катакомбах. Так, а спирит тут еще нет? А за вами рычага нет? Странно это место. Ладно. Обыскать склеп, используя ведьма чуть-чуть ее. Это что за чертовщина она такая? Может, только оттуда? Долго будем бегать туда-сюда? Что-то здесь не так. Надо подождать развитие событий. Помедитировать, что ли? О, есть. Сидите ждать. Я давно это место заприметил. Давай. Как только выйду, начинает кто-то кричать. Зря вы со мной связались. Зря. А, ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты. Как... Как краснуют какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя Ермуазарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебя чего? Здесь частная беседа. О чем спор? О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп. А эта швабра даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл. Неблагодарная ты, свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Но сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил. И всего-то раз в пятьсот. Тихо. Успокойтесь оба. Так, чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп до каринтенов? Читать не умеешь? Да, но его вы купили у кредиторов за мое преданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его. И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для Гвинта. Так и знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. Сейчас меня, Кондратьей, хватит. Да были бы меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили. Нечего меня приплетать. Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Короче, мне все равно, кто из вас отдаст мне карты. Мне придется подумать. Что там думать? Вынести из хлепа урны Луи или урну Марго? Пророк Лебеда, да не будешь ты играть на деньги. Вечный покой. А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Так Луи точно не знает, где карты лежат, правильно? Луи не знает, где карты лежат. А вот женщина точно знает, где карты лежат. Поэтому стоит, наверное, принять правильное решение, не ошибиться здесь. Ну уж нет, старая перечница. Это я с тобой не буду разговаривать. Так, а где сами урны? А, вот урны, да? Луи, походу я тебя высели, потому что чувствую, у тебя карт нет. И ты не знаешь, где они находятся. А тут я точно их получу, да? Это на что? Это чья урна? Я не перепутаю хоть сейчас. Сохранился, нет? Так, давайте. Ну, если он здесь стоит, значит, это его урна. Луи, да, да. Я тебя вынесу отсюда. Значит, ты все-таки дал ей себя на дух. Эх, сука. Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал Баклерского общества любителей гвинта. Оно тут недалеко. Ты был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. Видишь, все довольны. Еще и карты дадут, наверное. Он все равно отомстил. Все равно отомстил. Так, найди зал Баклерского общества любителей гвинта. Опять вниз, что ли, идти? Глубже в катакомбы. Пойдем. Да я их уже все обошел. Раз 10. А, вот сюда что ли? Частный покой достопочтенных членов Баклерского общества любителей гвинта. Пусть им всегда идет карта. Частное помещение достопочтенных членов Баклерского общества любителей гвинта. А, это здесь. Желтая краска для доспехов. Ох, еды сколько! Это просто мечта. С чем, с чем, а с едой у нас плохие дела. А куда-то я выхожу, интересно. Ладно, давай сначала сдадим, потом посмотрим. Куда-то у нас дорога-то ведет. Так, это сюда. Урну твою здесь пристроить. Ой, опять вы. Здрасте. Что вы тут делаете? Я тут одних уже того шлепнул. А вы, господа, тоже в клуб любителей гвинта? Что, сука, ты еще кто-то... Опять. Кто тебя послал? Так много вопросов, и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Он же тут, в одно рыло! Эх, если бы не давали по кроне всякий раз, когда приходится... Потанцуем! Не злите, дядя Геральда. Ну вот, зачем вам это надо было? Непонятно. Ода Гвинта. Это что такое? Текст гимна Баклерского общества любителей гвинта, вариант седьмой. Автор Стефан Дедуф, мастер Бачар. Гвинт, как красное вино, словно ночи с девкой милой, отрешаясь от забот, ты воспрянешь с новой силой, ты хочешь лишь играть, играть, играть. Хотя жена зовет тебя спать-спать, пускай их разум глухий тебе порой, но гвинт уже не будет лишь игрой, припев. Гвинт моя любовь, гвинт моя свобода, освежает кровь нашего народа. Пусть навеки пропадет мир азартного лечения, гвинт один ведет вперед, страсти удовлетворению, слаще чем колокола или фестиваль вина, нам с тобой игра такая, больше юных дев нужна, пускай прогоняет нас из дома прочно, в карты будем мы играть всю ночь. Припев, гвинт моя любовь, гвинт моя свобода, да, это нам подходит. Вот такое. Заучим, потом будем на рэп баттлах против швабр всяких использовать. Так, а где третий? У меня что-то есть, белое венцо. Ладно, возвращаю. Получить награду. Пусть только она меня обманула с картами, я тут ради карт, собственно, старался. Вообще не кладбище, а проходной двор какой-то. Могильчик, чем ты тут занимаешься? Ты же смотритель, ты должен был вызвать полицию, в конце концов. Еще я должен еще и бандитов здесь ловить. Непорядочек. Еще и свечи за него зажигать. Так, а где это вообще? Не знаю, ух ты, какие-то двери. Еще и тут что-то набрал. Ладно, пошли. Меня интересует именно карта Гвинта. Не все, это ерунда. И попробуй, Марго, меня только обмануть. Ты где? Подожди, а где это она? А, подождать до сумерек. Так, и думал, блин. Что днем этот квест невыполним. Ладно, подождем до сумерек. Тут у меня как раз дела есть еще. Дневные. Ты же бедный горожанин. Да, дайте жить спокойно. А, понял. Тут народ просто набежал, и призраки здесь не работают. Девочка двоится и смеется на кладбище возле могилы. Я, пожалуй, пойду. Все плачут, кроме девочек. Тот самый победитель турнира. Сейчас за дверью. Ладно, мне, во-первых, надо. Подождите. У художника забрать картину сегодня. Это раз. Потом морду я тут кому-то еще не набил. А, это два. Он тут недалеко должен быть. Пока побьюсь, картину заберусь. Собственно, зачем метку ставить, если я так туда иду. Латва. Гонец, головорез. Слушайте, жители Баклера. Их светлость заизволили нанять ведьмака для расследования и убийств. Подожди. Лафард. Привет. Дай мне сдать тебе тут кучу всего. Я тут насобирал. Пожди мне свой. Неподъемные просто вещи. Бери вот эти штаны. Бери вот эту фигню. Все-таки деньги мне не помешают. А скоро я уже носить это не смогу. Тем более, еще много мечей одинаковых. По 133. Почти тысячу-то набил. Даже больше. Но этот я не продаю. Мне нравится. 43 уровень, потому что возьму. А, починить, не? Покажи мне свои товары. Мне уже, в принципе, хватит на какие-то перчатки, я думаю. И вот починка. Я пока не буду тратить. Я хочу собирать деньги, а потом на аукцион сходить. Квест. А то когда-то я уже пошел на аукцион без денег. И еле-еле очки выкупил. Так. Тут все. Побежали сюда. Тут у каждого второго только вино и барышни в голове. Так. Это травник тут или кто? Правда сквер на двустрел в этом году. Ой, здрасте. Я вас не увидел под вашей шляпой. Проходите, пожалуйста. Ой, какая пукленькая. Свежесобранные травы, сушеные, истолченые. Все, что пожелаете. А вы в гвинт не играете? Кто сегодня не играл, у меня ломка. Травы травами, а в гвинт сыграть не желаешь? Другое дело. Сквер на двустрел в этом году уродить. Хотите гимн вместе споем, нет? Скеллиги, это интересно. Против таких противников. Так, две казни, отлично, превосходно, замечательно. Даже менять ничего не буду. Тут пара может быть. Все, поехали. Вход противника. Невероятно просто. Просто нас ошеломил. На тебе эту карту. Медведь. Два-два. Давайте, наверное, их удивим. Чтобы и медведь не вырос, и лютик ушел. Уже хорошо. У тебя два лютика? Да вы просто невероятны. С вашими усилениями. Ну ладно тебе это. Усиляйтесь. Ну, мне корову привезли. Опять. О! То, что надо. У меня просто еще одна казнь есть. На. Лютик не справляется. Противник спасовал. Да еще бы. Ну, давайте корову. В следующем раунде получим мощную. Мощное животное. Все, 4-3. Пасуем. Вот, пожалуйста. Так, еще получили усиленницы наш ход. Это нельзя. Хотя можно по 4. Мы их не удваиваем, а размножаем. Они под защитой. Убьют бесово того или лешего, или кто он. Мох. Козыряет. Ого. Ну, неплохо. Сейчас бы сюда, конечно, казнь бы. Было бы очень и очень, я вам скажу. Ладно, 20-46. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе. Если я заберу вот этого. Больше не против. Ну, и отлично. Давай, побольше. Побольше давай. Я просто пасовать сейчас буду. Ну, у тебя три карты. Не думаю, что там у тебя что-то есть интересное. Ого. Медведя вытащил. Отбой у обоих игроков что? Меняется. Интересно. Давайте посмотрим, что у тебя за три карты. Отбой. У игроков. Угу, я так и думал. Ну, это уже, знаете, издрыгание. 7-4. Так, ну, давай вот эту. Что-то мне не сделаешь. Я еще одну могу из отбоя вытащить. Причем-то все противник спасовал. Это все, что ты мог. Ну, давай посмотрим, что там за отбой. Я так понял, он у нас перемешался. А, у меня нечего брать. Замечательно. Ну, ладно. Все, победа, да. Карту сдать. Отлично. Еще и 100 крон. Карту мне. Мардрем. Нормально. Так, есть. Это дело мы забираем. Подождите, а что там купить нельзя, интересно? Клиент вернулся. Конечно, довольный, выиграл. Посмотрим, что у тебя. Так, продажа, как и обычная каредия. Ну, травница есть, если что, хорошо. Бывай. Правда, сквер на двустрел в этом году уродился. Да, фиг с ним, с твоим двустрелом. Так, я сейчас драться бежу. Не башу, не стану. И кнется нам еще этот. Есть, видимо. Ой. Как ты не разбился. Я хочу показаться назойливым. И где тут поединки проходят? А, вот, нашли. Опять рэп-баттл будет, да? В принципе, я готов. Где тут у нас учредители? А, что я вас спрашиваю? Вот так индивидуум. Ну что, сразишься с тихим омутом? Давай уже, давай! Мне нужно знать, кого я буду окаживать кулаками. Почему этот рыцарь не открывает ни лица, ни имени. И не говорит ни слова. Умерь любопытство. А что он меч точит? Лучше расскажите. Тихий омут не откроет ни лица, ни герба. Пока кто-нибудь его не одолеет. Ух. Так будешь драться или нет? А он с мечом будет? Вызываю тебя на поединок. Благородные дамы и достойные господа. Сейчас начнется бой. Начнется, начнется. Тихо. Так он в железе весь. Ну, хоть бить. Бить можно. Я думал... Я думал, его и не ранишь. Тихо. Это не женщина ли? Сейчас звуки какие-то странные. Тихий омут. Тихо. Уходим под руку. Тихо. Это опасно. Нормально. Двоечка и хватит. Пару крюков. И джепика ответим. Хватит, хватит, хватит. Не выпендривайся, ведьмак. Там один удар остался. Может, у него удар с одного удара он убивает? Я ж не знаю. Всякое возможно. Дамы и господа, ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар. Да, я так и подумал. Поздравляю. По крикам. Спасибо. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? Да я догадался, когда тебя бил. А зачем? Тринадцатый век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Ты можешь равенство, да? Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Просто я думаю... Теперь от поединка с мастером тебя отделяет только колосс. Он сейчас где-то на Сан-Себастьяне, на самой большой площади Нижнего города. Я просто думаю, если бы я попал ей под удар, я бы не встал уже, наверное. Там, наверное, с одного удара бы она меня убила бы. Ничего не бойся. Тут такой воздух, что никогда... Текст ССП я проиграл, чтобы он сказал. Проиграл женщине, да? Так, ладно, у нас последний бой здесь. Тут у нас картину надо забрать в полдень. Но еще не до пол... Чтобы полдень дождаться, надо еще очень долго побегать. Я, наверное, пешочком пробегусь, без платвы. Заодно разомнусь. Там еще один бой. 7.25. Девочка с мячом. Какой опасный город. Дворяне ходят. Ну, где тут площадь самая большая? Все в порядке. Все в порядке, я ж не против. Ой. Ой, лошадь меня сбила. Так, мы на месте практически. Так это ты, значит? Тот самый победитель турнира? Жизнь в Баклере бывает дорогая. Вверху? И зато смерть и даром можно найти. Никакой ты не герой. Ведьмак, ну ты понял все буквально. Господин. Я думаю, есть другие способы сюда залезть. О, есть площадь, имеется. Колосс. Тут свои кричалки. Ну, чем больше шкаф, тем громче падает. Колосс? Интересное прозвище. А у него есть имя попроще? А зачем? Колосс это звучит гордо. И подходит ему. Ну как, драться будешь? Будешь. Если заплатите. Хорошо, давай драться. Эх, скучно. Мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Какой в этом интерес? Не хочешь драться? Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь мое время. Ладно, ладно. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьешь три моих удара, ты выиграл. Только ты сам не бей. Я тебя буду бить, а ты просто закрывайся, ясно? И если у тебя все получится, я тебе еще и ставку удвою. Такой ты щедрый. Нет. Я просто знаю, что у тебя не получится. Еще никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьешь три раза? Чем эти трудности? Дай попробуем, но я не уверен, что это в блоке стать или что? Или увернуться? Идет. Я твои удары без всякого труда отобью. Вот это я понимаю. Наконец, какой-то спортивный азарт. Только помни, пока я удар не начал, блока не ставит. Все время в защите стоять не по правилам. Дамы и господа, начинается интереснейшая схватка. Ведьмак принял вызов колосса. Ведьмак, кто тебя раздел? А тем более парки заработал. Но это считается, нет? Нет, это не считается. Слишком быстро для тебя, да? Один есть. Давай, давай. Два есть. Давай, третий. И что, и все? Невероятно! Ведьмак отбил удары колосса! Никому раньше это не удавалось! Что там отбивать-то? Твоя доля! Спасибо! Рэп-баттл это посложнее был. Со шваброй. Я впечатлен. Много лет такого не бывало. Ты только что получил право вызвать на бой самого мастера. Спроси его в доках. Мне же даже сомневаюсь, что там за мастер. Если колосс такой, такое задание предъявил нам. Так, где-то далековато. Так, а который там час? Мы успеваем, нет? 8.27. Тут на плотве надо ехать, наверное. Поза, поехали. В доке далековато. Пешком бежать. Да, ну и бой был. Тяжко на службе с пустым брюхом. Просто три блока поставить. Я думаю, нормальный бы бой был посложнее, мне кажется. Пока еще видно. Платва, что случилось? Почему такси дальше не едет? Да прыгни ты. Ты мне понравился. Все ведьмаки настоящие мужики. Давай, давай. Сейчас поедем. Еще мастера отлупим. А то у нас портрет надо забрать. И карты гвинта отобрать у призрака. Или сказать, где они спрятаны. Узнать вернее. Да что ж такое-то. Платва, не так быстро. Так, а я тут был вообще? Так, Платва, наверное, тебя надо бросать. Нет, я тут не был. Мы тут в тупик заехали. Отойдите вы. Закрыто. Платва, мы в тупике. Мы не можем отсюда выйти. Понастроили тут. А где ж тут... О, Александр, конь стоит. Я его уже узнаю. Понастроили тут, не пролезешь. Погоди, тут торговец какой-то есть. Лавка мясника. А он играющий? Здрасте. Ой, боже. Что с голосом-то? В гвинт играешь? Даю сотню. Пятьдесят. Я понимаю, что ты занят. Но может, сыграем в гвинт? Скеллиги. Всех колода уже собрана. Я отстаю. Так, казнь. Это нормально. Это хорошо. Это превосходно. Это чудесно. Давайте эту заменим. Это тоже неплохо. Хотя... Давайте... Ё-моё, промахнулся. Бывает, да. Карты полетели вправо. Я выбросил не ту. Ну ничего, зато тут есть лютик. И у меня есть лютик. Два лютика. Это уже веселее. Маханул чуть-чуть. Не в ту сторону. Так, у меня уже пара. А то я выбросил. Ну, замечательно. Десяточка. Нолик. Так, на тогда эту. Убрали. Чтоб на всякий случай не вытащил случайно. Ага. Понятненько. Шесть на четыре. Ну, давай, это можно поставить. Одиннадцать на восемь. Девять на девять сейчас у нас. Шесть на шесть. А вы не удваиваетесь? Вы удваиваетесь. Это серьезно. Это очень серьезно. Потому что... Такое я не люблю. И так уже лучше. Вытаскиваешь кого глаза с того, небось? Ну, а кого? Ну, у меня есть чучело. Не забывай. Мы так просто не сдадимся. Главное, не промахнуться. На соседей. Не размениваться. Опять. Сейчас бы три было под... Ничего себе. Карта у человека. Сейчас опять десятка будет. Да что ж такое? Ну, ладно. Будет так будет. Пришло то, что я махнул. Не туда. Двадцать девять на одиннадцать. Надь вам лютика. Два четыре на тридцать три. Хлобайс. Минус четырнадцать. У него карта, как у меня. Один в один. Сорок семь на десять. Так. Сорок семь на десять. Я могу, в принципе, двоих вытащить. В принципе, это же и сделаю сейчас. Ты думаешь, что? Не на того нарвался, приятель. На. Сразу тебе. Хотел меня этим же, а я тебе тем же. Вот так. У тебя ж нет еще одного дракона, я думаю. Противник спасовал. Ну, и по делу мимо, я думаю. Туда ему и дорога. Давай вот этого. Плюс пять. И мы уже победили. Да. Будет три-четыре. Все готово. Ну, дальше как пойдет. Смотри, какая карта сейчас прилетит. Ну, такая себе карта прилетела. Еще и наш ход. Лучше бы не наш был ход. Ну, давай так. Угу. Держи. Жалко усиление. А, нет. Есть усиление. Сейчас усилимся. Когда узнаем, что что-то за гриб. Что это значит? Какое-то заращивание. Так. Тогда сидим, ждем пока. Пока не растим. Давай вот это сделаем. Да давай поиграем с тобой. Хотя нет. Ты же меня сейчас можешь хлопнуть. Отставить. Давай вот это. Так. Ты заберешь только вот это. Угу. Угу. Еще и гриб. Или гриб не влияет ни на что. 35 на 30. Ладно. Давай посмотрим, что у тебя все-таки за другие карты. Давайте одну заберем. Чтобы дать фору. А, он забрал опять у меня все, все мои карты, которые можно вытащить. Надо было тащить раньше. Ну, ладно. Это я не применю. Это я не применю. А это применять лучше пока не стоит. Иначе проиграем. На тебе вот эту. 45, 39. Занервничал. Мясник. О-оу. Теперь я занервничал. Потому что у него 3. Еще и плюс 2 на 8, 12. Так, неплохо. Неплохо. Тут ничего не скажешь. Ноль карт. Но он сыграл ва-банк. Ну, давай посмотрим. Посмотрим, что ты дальше будешь делать. У меня-то еще две карты есть. А у тебя ни одной. Да нет, у него есть две. Но ходить ему нечем. Ну, тут я в любом случае победил. Но еле-еле я вам скажу. С трудом. С трудом. Давай вот это. Ну, и усиление вот этой. Повезло. Что именно так закончилось. У меня найдешь. 100 крон. Шторм со скеллигой. Еще одну карту дали. А ты что, продаешь мясо? Да не кричи ты. Карт никаких не продаешь, нет? Нет, мясо только. Ну, ладно, мясник. Думаю, ты, может, пару карт мне дашь. Увидимся? Не сомневаюсь. Я как вас увидел. Да иди, соскучился он по сосискам. Так, это еще таверна есть. Сейчас еще сюда зайдем. Сюда, ты, сука, какой ты. Тут все весело. Так, тут это нас торгующий. Тут ведьмак не думает. Борнель-Мадам. Прошу, проходите внутрь, мой господин. Что привело вас в Тусент? Расскажите мне. Только карты. Хм, скажем так, дела. А, даже так. Деловая поездка. Понимаю. Работа, стресс вдали от дома. Но отдыхать-то нужно когда-нибудь. Может быть, мои девочки вам помогут? В Гвинт играешь? Уютное местечко. Уютное местечко. Я рада, что вы заметили. Я всегда мечтала, чтобы Дом терпимости был домом не только по названию. Я не хотела, чтобы клиенты забегали сюда просто спустить пар. Ну, знаете, клиент заходит, снимает штаны и уходит. Едва девушка повернется на бок. Без штанов, то ли, уходит? Нет, у меня постель не воняет потом. В матрасах нет клопов. И вино я не разбавляю. Здесь хочется остаться подольше. Поговорить, раскинувшись в кресле, выкурить трубочку. Все это после небольшого денежного взноса. Разумеется. Ладно, давай в Гвинт играть. Стыды срам. Немного необычная просьба. Только пусть это останется между нами. Мне вообще-то не следует. А, пустяк. Так чем я могу помочь? Сыграем в Гвинт. Удивил, да? Давай, по полной. Ведьмак не дурен. Скайтаэль. Наконец-то не Скеррики. Со Скеррики очень сложно играть, я вам скажу. Ох, ничего себе. Ну, нормально. Давай не будем ничего менять. Понятно. Карта не ее профиль. Как я вижу. Это лишнее, наверное, здесь. Угу. Понял я вас. Давайте еще вам коллекцию. К единичкам и двоечкам. Корова. Противник спасавал. Что ты думаешь, ты выиграешь? Нет. Так, этот ряд снижает силы всех дальнобойных. Дальнобойных, дальнобойных. Ну, давай. Нафиг она мне нужна. На две единички. Четыре. Четыре, четыре. Че я могу предложить на четыре? Ты предложить-то ничего. Че у нас, собственно, это усиление, это вытаскиваем. Давай, вот это на восемь тогда хотя бы. У меня вообще карт нет. Наверное, по другому профилю. Угу. Это хорошо. Хотя казнить надо было раньше. Я хожу, да? На. Не думаю, что там что-то круче будет, чем у меня сейчас есть. Усиление, наверное, у него не будет. У меня будет. Ну, давай так тогда. Тут у меня 40-35 еще. В наличии еще могу 12 вытащить. Ну, не самые простые карты. Кричит, сдавайся, давай. Тебе уже не вытащить. У тебя ж казни нет, я думаю. Откуда у нее казнь? Ну, давай тогда по восьмерке еще шандарахну. Корова нас не спасет уже. 62-26. Да, простые самые. Даже казнить никого. Давай, Геральт. Замыкаем. У нее последняя карта. Ни одной, ни одной серьезной карты не было. Ладно, все. Это победа. Карта. Мордрем. Еще одна. Так, тут у вас есть что-то интересное. Хотел проверить, что вы там делаете. И тут тоже стоят, ну, вышибалы. Да, весело у вас тут. Главное, свежо. У одного из подкулупа. Окон вообще нет. Возьмак. Возьмак? Да, иногда меня так называют. А берите и катитесь отсюда. Так, пойду я с этого клоповника. Пока не подцепил чего. Проходи, проходи. Помогите. Лестницу дайте. Я не могу выйти. Ух. А, у меня сейчас яйца крестнут. А, вон выход, я понял. Добро пожаловать в Баклера. Нет, нет, нет. До свидания, до свидания. До свидания, до свидания. Я вообще-то не сюда шел. У меня тут вообще-то бой. Где-то недалеко на площади. Его надо закончить. Победить уже этого мастера. Ой, мужик выбил кружку. Ну да, я конфуир немного. И кто тут из вас мастер? А, вон. С тобой поговорить, что-то ли с кем, с тобой. Букмекер. Как мне найти бойца по прозвищу мастер? Мастер? Маэстро? Непобедимый? По-разному его люди зовут. Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Тот самый. Я пришел драться с мастером только. Он же пьяный. Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робость. Это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда в человека не ударил. Драть с трезвым? Это как танцевать без музыки. Ты драться точно сможешь? А, мастер? Ты же пьяный. А это уж мое дело. Че зря трепаться. У меня водка стынет. Пожж драться или где. Или где? Да. Я тебя вызываю. Ща-ща. У меня свои правила. Я не блюю там, где ем. И не дерусь с теми, кто пить. А, пьяным драться. Замечательно. То есть? То есть, пей, брат. Телеволь ли отсюда? Ну ладно. Это, конечно, нечестно. Тогда это пьяный какой-то бокс получается. Ну что ж. Ладно. А если ты безногим был, мне бы ногу пришлось отрезать. Господа! Мастер будет драться! Наконец-то! Ну как мы будем драться? Ну что, мы в первом Ведьмаке сражались. И на кружках. Помните, выпивали. А ладно. Я и пьяный могу. И трезвым могу. Набить морду кому угодно. Собака какая-то. Ну тоже мне вызвался. Да я резви. Я резви, чем можно представить, приятель. Мастер пьяный. У меня двоечка такая, что ты офигеешь просто. В первом Ведьмаке мы швы пивали. Кто кого перепьет. Турнир был тоже. Потом это упразднили. Тихо-тихо, в угол. В угол, чтобы не загнал. Давай, пьяный мастер. Не-не-не. Ты бормочешь что-то, да? Тихо. Тихо. Все. Это же у меня бойцы. Это не Скеллиги. Чемпион кулачных боев. Побил меня. Такого столько лет не случалось. Ну и кулачище внушают. Спасибо. Ну, надо выпить за это дело. Хороший бой. Я тебе так скажу. На самом деле, хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Ну, у вас и соперники, конечно. Еще есть кто-то мега-супер-экстра? Вот твой приз. Трофей за победу кулачный. Это дома мне поставить, да? Кто не бьет, тот не живет. Ага. Хоть денег поднял чуть-чуть. Правда, не вижу нифига теперь. И как протрезветь по-быстрому. Мне ж надо дойти картину забирать. Уже полдень. Я тебе одну скажу. Так, картина, картина, картина. Как она называлась-то? А, портретист вот сюда. Платва, я ж не дойду. Я ж ничего не вижу. Ты ж тут не пилаешь на есть? Ну, а что нам делать с пьяным матросом? Так, погнали. Можно чуть побыстрее? О, протрезвел сразу на плотве. Сколько у меня в полдень там надо быть? Я опаздываю с этими боями. Платва, давай побыстрее. Все, тут нас затормозили. Хотя можно было телепортнуться. Хотя время там тоже отнимается. Зато открыл много новых перемещений. Нет. Что-то далеко. Мы заехали уже. Сколько тут еще ехать-то? Ускориться не могу. Это мой максимум. Начинается этот со статуи своей. Все никак не успокоятся. Я приехал. С кем тут поговорить-то? И где тут моя картина? Это не я на картине. Или я? Нет, не я. Горожанка-горожане. Блин, и как тут его нет на месте. Пойду с бабкой потанцую. Извините, я плохо танцую. Наступил на голову женщине. У меня лучшие цены по эту сторону, Еруки. Ну и когда этот день закончится? Это ты? Нет, похож. Не он. Ладно, давай помедитируем часик. Или что будем делать? Мне в могилу в сумерках надо явиться. Вот от кого-то, конечно, спасти обещались. Ну, не знаю. Так и не дошло дела. Рыцарь-наемник. Это оно? Нет. Нет. Сумерок ждем. Винные войны. Подождите, это заказ, скорее всего, был, да? Нет. Нет. Подождите, а что это за закроюще? А какой же шквест там давали? Я название уже не помню. Это ж не основное задание. Да нет. Дом-милый дом. Это не то. Рыцарь-наемник. Мне надо было в пещеру куда-то зайти. Ну что, сбросилось уже, да? Она провалена, нет? Нет, провалена у меня только одно задание. Это давным-давно было. Коровья лепешки. Это не то. Отыскать вот это, что ли? Творческая герой лепешка получил заказ. Молодая, которая знала ведьмака, свечи, по-моему, крайне... А, да-да-да-да-да-да-да. Да, вот она. 45-й уровень. Ну, пошли посмотрим, что там. Один день ждать. Ну, далековато, я вам скажу. Хотя, какое-то далековато. Тут дорога. Сейчас через дворец. У нас художника нет. Зайдем позже. И то этот квест. Абсолютно случайно нашел. Абсолютно. Так, тут должно быть быстрое перемещение. Должно быть, я думаю. Ну да, там день подождать. А мы же там закончили рисовать вечером. Там тоже где-то сумерки надо ждать. Мне кажется. Давай, поехали. Какая-то женщина валяется. Че там валяетесь? Возле мусорок. Ладно, поехали. Пойдем посмотрим, где там Франсуа. А то я в следующей серии начнусь забуду. Потом пройдет лет пять, а я потом его начну искать. Может, мы его еще спасем. Ну, можно уже ускоряться, плотва. Ну, может, уже не в городе. Давай, да. Ой. Тут, говорят, короткий путь есть. Ну да, плотва неплохо съехала. Отличный, короткий путь. Короче, не придумаешь. Так, тут мы уже были. Мы тут зачищали это место. Сперед плотва. Или нет? Кабан ходит. Отыскать Франсуа. Как я тут отыщу. Ну, нашли вход. Он в эту пещеру полез. Ну, все, конец им. Ощущение, что я здесь был. Да нет, не было. Там не было. Франсуа, это ты? Ты жив? Вот именно. Я как раз. А то вы его разбудите. Пойдемте со мной в лагерь. Там поговорим. Я думал, труп твой найти надо будет просто. Ты еще и жив, оказывается. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? А ты какого герба здесь делаешь? Я, вообще-то, Геральт из Ривии, такой герб у меня. Геральт из Ривии. Герба какого? Мост. Мое почтение. Франсуа Легов, как я полагаю. Меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что... Гротник это крайне опасная бестия. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Что, прям две недели? Я медлил, это правда. Но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. Так может тебе помочь? А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Ну, я не знаю. Я же присягал, что... Что принесешь возлюбленный голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. В общем... Правда ваша. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Нет, лучше без твоего плеча. А я сам. Я так и думал. Куда ты побежал, балбес? Сейчас помрешь. Вот кошмар какой-то. Лучше в самом деле реально действовать. Гротник. Кто такой друг Гротник еще? Да я первый хоть пойду. Ну, я ему голову оторву. Сначала мы все-таки должны его убить. Очищенная медная руда. Грибочки. Странно. Что-то не вижу я этого Гротника. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Не спеши. Осмотримся здесь еще немного. Отыскать Гротника, используя ведьмачье чутье. Вот, белька. До краев наполненная детскими башмачками. Жуткая коленция. Ничего себе. А, Игни? Нет? кости череп маленький темечка не заросло до конца младенец она была около года пешмар какие-то старые инструменты гротник отобрал их у своих жертв конечно будем действовать так мечта я взял осмотреть ладно стоит как теплицы вот все ясно это должно быть боровой тут нет наверное охотиться надо его приманить ну ладно значит за дело и пусть свершится воля небес сними горшок с головы тебя плохо слышно так бестиарии прочитать про гротника может его отправить отсюда бестиарии бестии бестии веприволк без сесть буклера а кто вообще вампир грудник да нет и вампир гарпия тоже цель подходит дракониды не думаю духе призраки вряд ли все он ест духе стихий тоже не инсектоиды не думаю огры вряд ли реликты скорее всего давно открыть же так что это такое у нас бомба двумеритовая масло против реликтов и гнезнаки на какие приманить случилось вот что внезапно левит заставил меня в лес застал меня лесу я подумал ух ты среку страшный чтобы я промок до нитки подхватил насморк мои то годы и так я забрался в пещеру и там на меня как что-то зарычит я летел оттуда с такой скоростью что по дороге домой вся моя одежда просохла на ветру вели штайл травник никто не знает когда в пещерах у подножья горгона посетился боровик по имени гротник боровики обычно предпочитают труднодоступные леса и редко гнездятся в пещерах но грудник похоже предпочитает гроты откуда и пошло его название это чудовище получила широкую известность среди баклерских рыцарей которые часто рассуждали о нем как о потенциальном источнике великой славы никто впрочем не жаждал славы столь сильно чтобы встретиться с гротником в бою за исключением юного рыцаря франсуа как его приманить то ладно масло сейчас наброшу конечно а нет никакой вашей информации но и где я понял что он не любит потому что он горит у нас приманить как нет информации франсуа что-лим отдать это можно так так карта мира рюкзак алхимия ремесло книги обучение бестиарий пошел по кругу задания карта мира рюкзак лан давай против эликтов да аукс разношел используя знаки не по а все написали уже поджигаем готов ой геральт стареешь все надо поджечь подожжу отойди франсуа франсуаза отойди с горишь упс какой-то дедушка ага-га-га она точно не плохо о-о-о конец Ой, я ему точно конец Геральт Геральт Франсуаза Да И куда мне смотреть Я Франсуаза должен спасать А у меня тут три монстра На меня нападают Нет, два монстра Это вот эти шипы, просто надо бегать Ммм, если б не Франсуаз В принципе я б справился Но Франсуаза ж мне мешает Он же умрет сейчас Двемеритовую бомбу еще можно применить Дедуля такой тихий На вид Не помню, что у меня Квен сбросили Когда я его раньше Раньше боя поставил Взяли Квен сбросили, блин Пипец, поллинии вообще сносит сразу Да, мы тут не выезжаем Что это за фигня вообще Вы что, с ума сошли что-ли? А как Франсуаза жива еще Франсуаза Давай гигни себя Это я-то не пуляют Это я-то не пуляют Франсуаза, ну держись там, я не знаю Держись Держись Тад какой-то, блин Надо гигни ставить Я уже Иволга взял Это трудно Это трудно Следить за Франсуа Следить за тем, что под ногами За дедушкой И Ну Иволгу я сейчас Выпью сразу Щит даже не успеваю накладывать Так, Иволга успел хлебнуть Перед выходом Так, давайте убирать эту дедулю Неплохо Придите Здорово, когда вот у тебя взрывается Песец, нафиг просто А мы его почти убили Во втором На второй попытке Короче, надо не обращать на это растение Которое пуля Главное выпить сейчас Иволгу Если он ядом стреляет Выпил Надо было наложить Квен бы еще Нет, Квен сбрасывается здесь После заставки Ты не знаешь почему Все, беги нафиг Не обращай внимания на это растение Блин, только поставь Уже убрал О, он меня лечит Отлично Все Это меня лечит Фигня Стреляй, стреляй в меня Да, спасибо Спасибо, да Это очень приятно От дедуля Я сейчас разберусь Тихо, тихо Тут физика у него сумасшедшая Просто урон Да, спасибо Спасибо, да Тот, кто нам мешает Тот нам и поможет Поэтому Блин Только не попадайся Лучше выйти О, вылечила меня Растенец Да, это вариант Хорош Блин, Франсуа помирает И волга есть Беги Вот и все Ну да, просто тактика была Выбор, чтоб тебя лечила Наш враг Тогда если он будет лечить Тогда все в норме А так, конечно, да Там стреляют Там вылазят С честью Упрямая же скотина была Я благодарю, ведьмак Вы весьма мне помогли Почему ты не выбрал себе Менее грозного противника Ну, бабалака, например Ибо Сила монстра Равна должна быть Силе Любви И Ты краснеешь, рыцарь Ага Видите ли Это все Моя невеста А она вот сразу Хочет под венец А ведь мы Всего два года знакомы Так я подумал Что если присягну Добыть гротника То добуду себе Немного времени Такое чудовище Убить это ведь Не что-нибудь Да Теперь я понимаю Почему ты так Медленно рвался в бой Его тут убили бы Кажется, самое время Тебе вернуться в Баклер Храбрый рыцарь О, нет Ибо Башка этого чудовища Слишком мала Чтобы выразить Как сильно я люблю Свою избранницу Я Отправлюсь Странствовать по свету Какое-нибудь Другое чудовище В ее честь Зарублю По-хорошему советую Забирай эту башку И заканчивай С этими глупостями Рыцарь Вы не понимаете Как только я К ней вернусь Спеши пропала Она затащит меня Под венец Ты боишься просто Вызов на утоптанную землю Но Вам сложно отказать В кровоте Еще немного И я не вышел бы Отсюда живым Пора Пора возвращаться домой Наконец-то Так Тут можно чем-то поживиться Тут у меня тут отлупили Трофей не дали Но хоть Фэна Эд Какой-то возьму Так Откуда он Выперся Отсюда Выперся Ничего не видно Надо этим Ничего Подсветить Он отсюда Выперся Да Еще архиспора Напала на меня Вместе с ним Рецепт Зеленая краска Для доспехов Еще какие-то Грибы Сундуков Не имеем Ну все Можно выходить А нет Есть сундук один Руда Зеленого Золота Столько Руд новых Тела Какие-то Валяются Мешочек Флейта Стекло Ностриус Это по кругу Бегать здесь Что-ли Можно было Да А Да Ладно А По кругу Я бы не смог Бегать Так Все Вышли Вот Па Я думаю Мы можем уже Забирать Нашу картину Интересно Он Палатку Оставил Нет Вернуться К невесте Франсуа Ух Тут собаки Какие-то Бегают Да Палатку Он оставил Тут есть Что-то У него поживиться Чем Что-то Красное Что-то Красное У него даже Поживиться Нечем Две Монетки Ну Здорово О Письмо Есть Письмо Франсуа Джакетте Письмо Джакетте От Франсуа Чужие Изо К тебе Франсуа Ладно Ладно Кто-то Кто-то храпит В сундуке Не понял А Это Это Звук 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 Рычания Что-ли Ладно Не важно Главное Что мы еды Тут набрали Немного Давай Плотва А ты здесь Давай Погнали Нам надо Еще Забрать Портрет И потом Еще Забрать Карты Гвинта Если Они там Есть Конечно Ты Вылезешь Нет Боюсь Что Нет Да Я тоже Здесь Наверное Не вылезу Тут Показано Что Есть Короткая Дорога В чем Я немного Сомневаюсь А ты Плотва Ладно Плотва Дальше Каждый Сам За себя А На нас Напали Да Кто Фазан Думаю Он На меня Напал Реально О Плотва Без меня Вылезла Лучше Чем Со Мной Ох Какой Звук Так Давай На Быстрый Телепорт Или Куда Нибудь Больше Трех Не Собираться Слоны Бал Балы Дворец Я уже Проехал Нам Туда Подожди Это Долго Ехать Будем Можем И портрет Пропустить Но Тут Все Тошни Да Отсюда Быстрое Перемещение У нас Давай Возле Посольства Нильгарда Они находятся Это Тоже Случайный Квест Я мог Ее Не найти Просто Пробегал И кто-то Кричал Ведьмак Так Портретист Готов У меня Добрые Вести У меня Тоже Франсуа Уже Вернулся Через Неделю Мы Играем Свадьбу Бедный Франсуа Завтра Мы Идем Слушать Наставления Молодым Супругам Послезавтра На примерку Платье Потом Смотреть Свадебный Зал Я Так Рада Ну Мои Поздравления Мои Поздравления Как говорится Совет Вам Да Любовь А я Вам Желаю Удачи На Ведьмачьем Пути Пожалуйста Вот Ваши Деньги Прощайте Деньги Какие-то Я ничего Не просил Ну Дали 300 Так Есть Давайте Портретиста Теперь Сейчас Отыщем Как раз Созрел На все Созрели Теперь Задание Уже Сейчас Портретист 43 Уровень Так А далеко Бежать Нет Так Да Недалеко А вот Валяется На улицах Один Неверный Шаг И Тяжко На службе С пустым Брюхом Туда Просочиться Сейчас Во Вот Это Где Ты Портретист Шедевр Это Шедевр Ух О Я так и думал Я вообще-то Не таким стоял Вот я чувствовал Что меня Голым нарисуют Привет Геральт Мой добрый друг Как тебе Наша картина Что скажешь А Я Не ожидал Этого Не так я себе Это представлял Я прекрасно помню Что когда я позировал На мне была одежда Я же говорил Что тут у нас Специфические Ходожди Ну и что Ведь я изобразил Тебя В очень выгодном Свете Картина Уже Притягивает Зрителей И возбуждает Немало Интерес То-то я и вижу Дам тебе совет На будущее Предупреждай Своих намерений Следующая Модель Может быть Не столь Терпимо Жаль Что тебе Не нравится А не хотел Бы ты купить У меня Эту картину И знаешь Что Я продам Тебе ее По особой цене Что скажешь Втрое дороже За тысячу Нифига себе Ну давай Чтоб позор Мы не видели Почему бы и нет Очень интересный Сувенир Эту цену Я бы не назвал Доступной Понимаю Видишь ли Мало кто Сумеет оценить Мою технику А потом Повешу Ладно Туалете Не доедать Так и быть По крайней мере Только я смогу Решать Кто его Увидит Портрет Геральта Да Это картина Для моего дома Чувствую С такими ценами Я никогда Дом себе Не отстрою Так Подожди Отзыв Нет А не то Пошли Теперь В склеп Вечный Покой Это далеко Отсюда Далековато Конечно Что тут Две точки Там награда Ну ладно Давай сначала Туда сходим Я и без плотвы Добегу Так Минуту Сейчас я тут Торгану Чего нибудь У меня Один Кузнец Видите Только к нему И захожу Покажи мне Свои Так Мечишка Остальной меч Баклевского Гвардейца Забирай Остальной меч Баклевского Гвардейца Это более мощный Да Фанетан О Фанетан Повеселее будет 45 Правда 43 А еще что нибудь Есть А вот Перчатки Перчатки Тусенского Рыцаря 72 Ладно Два меча Пока оставлю Починка Потому что там сейчас драк Ко мне будет В склепе Бывай Удачи на пути Может бабка Не простая Бабка призрака Имею Прыгнули Давай сюда Идет нам сюда О Ну как Спокойней стало Готово Готово Ну и где шкатулка С картами Как выйдешь Через бочарные ворота Поверни направо Наш дом Там легко узнаешь Там над дверью Вывеска с деревом Шкатулку Я закопала В саду Под розовым Кустом Вывеска с деревом Розовый куст Запомнил Че такая пауза Не волнуйся Я нашел ему хорошее место Там он будет себя чувствовать как дома Прощай Так Окей Найти дом Луи Проведаем Нет Я правда не помню Где он сидит Да Он здесь сидит Сейчас Только тут Направо По-моему Да Нет Не направо Налево Подождите Где же мы его видели Луи Он здесь сидит Призрак его есть Нет Да нет Он не здесь сидит Вот Тут еще Захоронение Можно деньжат Подбить Но не везде Конечно Надо было запомнить Где он Так Еще деньги Что еще что-то А Это прах Поджечь Какие-то тут Ужасы Какие-то Ладно Дайте мне свет Кодакомбы Я не помню Где он Находился По-моему Вот здесь Нет Это все Кладбище Соединено С клипами Куда-то я бежал Бежал Но сейчас я уже наверно Его не найду Есть такое у меня И ощущение Слишком много Могилок Здесь Разбросано О Еще не нашел Нет Тут я как раз и был Ну да А Вниз Сюда Точно Нет Не сюда Сюда Что-ли По-моему Здесь Было Нет Нет По-моему Не здесь В каком-то Другом месте Он был Луи Извини Я тебя хотел Проведать Но походу Я тебя не найду Мне кажется Он здесь был Нет А Здесь Он был Ё-моё Точно Вывеска Вывеска Здесь Была Или Где Вывеска Была Вот Возле Какой-то Двери Она Была Да нет Вывески Я уже Не вижу Хотя не факт Что она Была А Вот Она Да Нет Это Не то Где Ж Ты По-моему Вот Это Место Сто Процента Вот Это Место Там И Думать Ничего Это Вывеска Где-то Была Я Не Могу Спомнить Где О Шкура Дракони Да Ничего Себе Это Крутая Находка Но Стоит Дофига Чтобы Еда Нам Нужна Чтобы Выковать Доспехи Ладно Сейчас Еще Последний раз Бегаю Я же Помню Что я Упирался Вот Это Вот Это Место Помните Здесь Тупик Был Я сейчас Спрашиваю Куда Куда Тут Можно Пойти И Выбраться Тут Свой Тупик Там Мы Не Пройдем Здесь Я Бежал 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 Там Еще Нарвался На Каких Ребят Это Явно Не Здесь А Вот Здесь Вот Вот Здесь Нет Его Блин Зря Искал Я Шеву Урну Тут Поставил Где-то Тут Поставил Ну Да Я Книгу Здесь Брал Да Здесь Было Лопаты Еще Стоят А Его Что Тут Нет Ни Урны Не Его Ладно А Вот Урна Да Ну Хоть Нашел Ладно Пусть Пусть Дальше Играет Гвинт Хотя Б Отыскал Его Все Уходим 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 Городское Кладбище Опять Могильщик Метет Ночью Странный Тип Тут Вы меня Все знаете Каждый Лакаж Меня знает В этом Городе Найти Дом С вывеской В виде Дерева За стенами Верхнего Города Получить награду За строение Шума На кладбище То есть нам еще К мужику Вернуться В таверну Надо Ох Побегаем Блин Я думал Это недалеко Бочарные Ворота Нам сказали Они прям тут А вот Тут Под кустом Найден Вибрирует Что то тут Не так Ооо Это еще не конец Перестрахуемся Ой Круто Быстро Споры Хе-хе Хе Весело Блин Там выжил Здесь погубят Блин О нормально Яд хорош Так прикиньте Архиспора Все убили Под розовым кустом Ну ладно Под каким розовым кустом Тут А нашел Да Это розовый куст Нет Не здесь Это не розовый куст Ключ от сада Мешок зерна Сломанные грабли Все собирать Может Ооо Меня в дом Я немножко Отклонился От курса Еда 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 Закрыто Лучше Не зайдешь С какой хочешь Стороны Так Тарелку себе Оставьте Селитра Селитра Так Ну и где-то Это их дом был Вот этот Этих двух Стариков А вот Нашел Ага Все как она говорила А вот и обещанные Карты для гвинта Вечный покой Еще я получил Там за карты для гвинта Че их не нарисовали Все Теперь замок Открыт Мы можем отсюда Выходить Со всех сторон Сразу Да Нужен ключ Один раз Мог только открыть Ну ладно Отсюда я спустился Отсюда я выйду Отлично Так Пошли теперь Получим награду За Ого Сколько бежать Давай через Бочарные ворота Мужика в таверне Который заказывал Собственно Это все Тут закрыто А то не вылезу Давай через верх Не обходить Окей Давай сюда Все В таверне на второй этаж Таверна где все блюют Здрасте Вы тут помыли полы Уже Фу Ну это верно Да Блеваловка Какая-то Шарль Ланзана Готово Не будет больше Шума на кладбище Там теперь Тихо и спокойно Не так как здесь Ну хоть высплюсь В собственной постели В лесе Тоже стало Слишком шумно Все рут Как оглашенные Блевотно Я бы сказал Один только И знает Одрин Опять Одрин Чудища Как вы и говорили Да нет Семейная ссора Да Трудная Была работа Да и чудища Была Живым Оттуда выбрался Правда, не на кладбище, но все же. Зомби-задис. Два очка опыта аж получили. Вечный покой. Все, я тут не хочу заканчивать серию. Давайте выйдем на свежий воздух. Таверна, конечно, неплохая. Наконец-то тишина. Наконец-то тишина. Тут кладбище, да, рядом. Ну все, где мы остановимся с вами? Одни алкаши везде. Кладбище, алкаши. О, район. Головорец, дайте хоть постою вот здесь. Полюбуюсь на эти пейзажи. То везде Блевотина, да Блевотина. Все, друзья, на этом мы закончили. Сейчас я посмотрю, какое задание мы с вами активируем. Которые серые уже, собственно, совсем, которые плохие. Вот это 35-й. Ниже уже вот эти всякие наемники. Их тоже надо делать. Что тут уровень не указан, интересно. Не знаю. Ладно, все. Начнем с вот этой перемены. Потому что уже за это даже опыт не дают. Переросли мы эти задания. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shedrill Play. До новых серий Ведьмаке. Третьим. Дополнение. Кровь и вино. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова